Хочу бы рекомендовать вам канал Лесета. Чувак снимает игры с консолей, такие как Until Dawn, Heavy Rain, и сейчас у него на канале идёт прохождение Uncharted 4. Также на его канале вы можете найти и инди-прохождение. Лесет только начал свою творческую деятельность на Ютубе. Так что давайте поможем ему подпиской, вниманием, и не забываем про конструктивную критику. Для новичков это особенно важно. Ссылка на его канал в описании. Дерзаем! В Госдуме предложили облагать налогом заработки видеоблогеров. Просто 143 лайка, 748 дизлайков. Соотношение лайков и дизлайков, ну где-то процентов 15 дизлайков, 85 дизлайков, да. Значит, Госдума спустя 3 года, нихрена себе времени прошло, захотели начать уже сдирать с видеоблогеров денежку. Вот. То есть они только сейчас обратили внимание на то, что это прибыльное дело. Окей. И выпустили, короче, реально провокационный ролик. Прям вообще такой, знаешь, такой в духе аутистов с телевидения. Прям вот реально, я по-другому не могу назвать. Просто вот аутисты с телевидения. И вот как был телеканал Дождь Говно, вот то же самое, вот аутисты с телевидения. Не знаешь историю про телеканал Дождь Говно? Суть такова. У геймера украли аккаунт линейки и он заявил в полицию. Там сразу же собрали оперативную группу задротов, которые вычислили злодея. Так вот, репортер воссоздал квартиру этого хакера. Здравствуйте, это условно квартира интернет-вора из города Волгодонск, Ростовская область. Когда сотрудники управления Ка ворвались сюда, то увидели семь мощнейших компьютеров, столько же клавиатур и лазерных мышек. А самое главное, на полу были рельсы, по которым хакер катался, чтобы быстро перемещаться от одного компьютера к другому. Лицу города Мурманска с необычным заявлением обратился местный житель. Он сказал, что на него совершили хакерскую атаку. А заявитель, сам профессиональный геймер, он играл в игру Леник 2. Леник? Вот тут-то и спалился, нубло. Давайте посмотрим, кого же он потерял. Он несколько лет прокачивал своего орку и зовут его БСЛ. В итоге наш геймер стал... Прежде чем разбираться, как у чувака стырили аккаунт, хотелось бы узнать, как он засунул орку из Вова в линейку. Два варианта. Либо кто-то там очень дофига хакер, либо репортер даже гуглом пользоваться не умеет. И почему-то я склоняюсь ко второму варианту. Что было украдено? Это у нас, значит, волшебные доспехи, сказочный амулет. Ты еще меч-кладенец вспомни. Чудо-меч. А еще пердун-трава, палка-убивайка и вперед Бабу-Ягу из ступы выколупывать. Итак, какой вывод мы можем сделать из этого репортажа? Телеканал Дождь? Говно. Вот просто можешь послушать. Деньга, которую зарабатывают в интернете видеоблогеры, дошли до Государственной Думы. Они прям напрямую так говорят, да? Да, дошли, да? Да ладно, просто вот спустя. Дело в том, что эти доходы пока никак не облагаются налогами депутатов. Вот это, кстати, да, вот единственный момент, что вот реально доходы, они не облагаются налогами, ибо это тяжело, потому что есть виртуальные кошельки, есть... Причем, кстати говоря, что самое интересное, обратили-то внимание на блогеров, не обратили внимания почему-то на сайты, там те же рулетки. Рулетки. Да, не обратили внимания на сервера, там всяких игр. Кстати говоря, сервера игр это вообще старая тема, это еще со времен Lineage, это вообще уже давно все. То есть там уже в интернете бабло косят лопатами уже давным-давно, и вот блогеры только сейчас, вот на них только сейчас. Государство и телевидение обращают внимание на такие вещи только спустя годы. Такие слова... Словопоки такие, ну ладно. А ты предложили ввести для звезд видеохостинга патенты и создать реестр, который будет ввести... А хереют они ввести этот реестр. Вот я тебе говорю. Понимаешь, за последние, наверное, года 4 или 5 даже, там вот есть Мизулина и еще один такой дяденька, я не помню... Рыжий в очках. Рыжий в очках, блин, ну забыл. Ебанько. Ебанько, мы его просто называем в народе. Вот они такие законопроекты веселые пускают. Там Мизулина, типа там оральный секс запретить в России хочет. Ну хотя на самом деле говорят, что это вроде ей переписали эти слова, но не суть. Что там еще было? Вот этот вот Роскомнадзор, ну есть, типа, ну окей. Прокси врубил, все, до свидания, Роскомнадзор. То есть, это, они там, там столько вот с торрентами боролись. Короче, столько всего дерьма, блин, было. Короче, они постоянно что-то придумывают новое, пытаются вот что-то как-то вот... Че-то укуснут, куснут немножко интернета. А все такие, иди на. Знаешь, сейчас вот если они что-то придумывают... Вот это тоже, тоже случай. В Госдуме предложили облагать налогом заработки видеоблогеров. Все видеоблогеры и все более-менее сознательные люди, они такие посмотрели... Наверное, смешили. Ой, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ладно, сидим дальше, ребята, играем, работаем, пишем ролики. Вот так вот это выглядит. Насмешила Госдума снова. Очень весело придумывают каждый раз какие-то приколюхи. Вот. Ну, ладно, дальше. И федеральная налоговая служба. Виктор Синёк узнал подробности. Молодец. Тот неловкий момент, когда понимаешь, что это зарабатывает миллионы. Спокойно. У нас же с вами 8 марта. Хи-хи-хи, с вами Вангай. И добро пожаловать в АГ. О результатах этого исследования лучше вообще не знать слабонервным и людям с двумя высшими образованиями. Оказывается, для состоятельной жизни достаточно быть просто школьником, кривляться перед камерой и выкладывать все это в интернет. Малолетняя аудитория оценит. За последние 5-6 лет в сети сложилась целая каста популярных видеоблогеров. У каждого из их роликов миллионы просмотров. В общем, они не делают ничего особенного. Просто за... Запомните это рыло. Оно завидует. Все. Выписывают ролики, делают кое-как и выкладывают в интернет. Иногда это обзоры видео, иногда путешествия или просто любые съемки с себя везде. А иногда обзоры видеоигр. А ты, сука, попробуй сначала, понимаешь? Нельзя просто взять записать тот же обзор видео или просто ролик. Во-первых, это нужно быть эрудированным в этой области. Это нужно время тратить. Нужно снимать, монтировать, выкладывать, знать все это. Но он, понимаешь, этот засранец, он обобщает. Сначала показывает ребят, которые умеют, реально, делать контент, а потом вот так вот говорит, в принципе, обобщает. Ну, да, конечно, Лёва. Ну так! Так прикол-то в чем? На ютубе качество роликов гораздо круче, гораздо интереснее смотреть, чем телевидение. Такое чувство, что ты сейчас телевидение, вот реально вот... Ну, мои родители единственные, наверное, кто сейчас телек смотрит. Из всех, кого я знаю. Ну, бабушка еще. Даже батя мой не смотрит телек. Потому что он смотрит Машу и Медведя. То есть и сейчас выглядит как? Тут, типа, знаете, ребята, телевидение, типа... Да вот вы там бл... Ну как, со стороны башни телевидения. Вот вы блогеры, вы там такие, типа, вот деньги зарабатываете, говно делаете. Типа... Причем дальше, смотри, сейчас будет прикол. Врождается просто бесконечным потоком подросткового сознания. Слушать его тем, кто старше 25 лет, просто противопоказано. Но малолетних интернет-пользователей такие ролики затягивают. В них видеохостинг вставляет рекламу, доходами от которой делится и с автором. Сумма огромна. К примеру, этот молодой человек под ником Frost в прошлом месяце, по оценкам портала VSPStats, заработал 40 тысяч долларов. Примерно 2,5 миллиона рублей. Да по каким это интересно? Где там вообще эта статистика? На ютубе есть такая вещь, как монетизация. Автор канала ютуба имеет такую возможность, когда подрубает к себе партнерку. Партнерка позволяет ему зарабатывать деньги с просмотров. Ну и с тысячи сколько? С тысячи просмотров, в зависимости от местонахождения блогера и контента, именно контента, что самое интересное, он будет получать определенный доход. Если ты русский летсплейщик, ты зарабатываешь с просмотров, именно с просмотров, меньше всех в мире. Ну не в мире, по крайней мере по соотношению с Америкой. Ты получаешь где-то ну центов 20-15 тысячи просмотров. Если ты снимаешь в русском сегменте обзоры на автомобили, к примеру, то у тебя этот доход будет гораздо больше. Там ну 50 центов будет. У них там гораздо кропотливее работа. Я не знаю, ютуб это понимает. Он кормит большими деньгами тех, кто работает больше. Ну летсплей, согласись, сделать все равно легче, как ни крути. Ну конечно. А там надо вкладывать бабло. Но, понимаешь, это русский сегмент. Если в Америке, то летсплейщик в Америке зарабатывает 5 баксов. За просмотр. Блогер, который ведет канал типа обзоров автомобилей на ютубе в Америке, зарабатывает может 10 баксов вообще. То есть у них там совсем другие расценки. А VSP Group это русский филиал американской партнерки. И информацию, которую они подтягивают по поводу заработков, они расценки американские берут. То есть этот чувак, Фрост, по-моему, он не может чисто физически никак заработать на одной партнерке 40 тысяч долларов. Такая фига. Поэтому у нас, чтобы выжить ютуберам, они, вот я лично вообще не трачу, вообще у меня нет заработка как такого с партнерки, там копейки. Вообще такие копейки, что даже, ну... Поэтому заработок у русского сегмента в основном именно на прероллах, на обзорах чего-либо, если им заплатят. И вот так вот, вот так вот, так вот. То есть им приходится вот так вот деньги поднимать. А то, что вот они сказали по статистике ВСП, это все чушь, дичь. Поэтому это левая инфа. Вот, это значит дальше. Видеоблогинг давно превратился в четко поставленный бизнес. Над каждым роликом работает целая команда. И продюсеры, и сценаристы, и режиссеры, и кинооператоры, и световики, и звуковики, и у них там все в полный рост. При этом часть таких доходов от партнерских программ, например, налогами облагается, а часть просто невозможно отследить. Заработками малолетних блогеров уже заинтересовались взрослые в Госдуме. Люди, которые нам говорят, что блогеры, это наша интеллектуальная собственность, что мы имеем своих подписчиков, мы размещаем рекламу, и это наше, мы не против. Но социальная ответственность бизнеса, она быть должна. И, конечно, эти суммы, которые являются доходом, они должны облагаться налогом. Их заработок... В России проблем нет. Уже не знают, откуда деньги подсасывают люди. Ты говорила, да, вроде, что бомжей тоже начали обкладывать налогом? Ну, думают об этом. Думают об этом. То есть уже бездомных обкладывают налогом. Короче, все очень плохо. Вообще, по факту, как я вижу, сейчас идет прям дикое разделение аудитории мира на консервативно старых людей, грубо говоря, те, которые были рождены в 70-х, ну, до 80-х. И новых людей, те, которые сейчас с молодежью, там, до 30-ти, ну, до 40-ка лет, где-то так. Вот. То есть молодежь, она теперь вся, абсолютно вся обитает в интернете. А старые консервативные, допустим, там, люди, они сейчас вот до сих пор смотрят телеки. Вот. И получается как? Сейчас вот идет какое-то противоборство поколений. И в нашем случае наше поколение выступает от лица средств массовой информации интернет. А старое поколение, оно в виде надменного телевидения, которые сейчас сидят и думают, типа, ага, блогеры начали деньги зарабатывать большие, какие же они собака, их налогами никто не облагает, не то, что у нас. Ну, да, реально, телевидение, мы в том, своя тему, они не могут, как бы, это все дело, там, их все через жопу, вот, 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 а, а на деле же получается, что телевидение, оно сейчас цепляется вообще за все, что только может, лишь бы, они, вообще, то есть у них как-то рейтинги, очень везде все падают, рейтинги, все падают, абсолютно у телевидения, никто не смотрит телевизор, нахрен, никому не сдал стивы. Еще там, открываешь, вот, реально, включаешь телевизор, начинаешь листать, кто там, блин, большая стирка, там, курятник начинает. Там какую-нибудь херню обсуждают, следующее, там депутатов, там про исламистов, там про... Дважды два и Discovery, два канала, которые я еще более-менее могу смотреть. Все. Начнем географию еще. остальное просто мусор грязь дерьмо как по мне бесполезно сейчас такой знаете холивар идет между вот вот все это вот это вот все бою сейчас интернет молодые и телевидение старые грубо говоря так зависит напрямую от того сколько внимания школьников в интернете они к себе привлекут тут уж блогера школьников сука ты знаешь это вот такой плевок в сторону молодежи понимаешь школьники ну да я понимаю что на ю тубе на интернете есть школьники до этого формирующиеся умы школьники да это не все школьники и школьники школа того не все школьники школа то и молодежь просто продвинутая молодежь тут же они в этих новостях вот вообще кстати что за канал рэн тиви кстати я что-то сразу не обратил внимание что-то рэн тиви вообще можно было даже ролик этот не снимать человек тогда суда поле чуть-чуть вообще за это же рэн тиви ребят еще я тут делаю генера все забудем тут все понятно блин то есть рэн тиви сейчас берет и плюет в сторону молодежи не школьников они просто вот как я это как я это слышу готовы на многое подростки не только смотрят и увлекаются тем что происходит в интернет сообществах и сетях они еще это и пытаются копировать и это очень похоже на копирование на поведение детей двух-трехлетнего возраста когда они пытаются скопировать поведение взрослых но от своих зарубь вот кстати это действительно вот единственная такая не единственная одна из проблем реально вот есть такая проблема что большинство авторов на ю тубе они несут в себе никакой месседж вообще никакой нужно осознавать реально вот как бы по сути то что сейчас вот типа госдума хочет облагать налогом на заработки дело не в том что государство хочет деньги забрать даже ну как может как бы именно из-за этого не хотят из бабло срубить с одной стороны да но когда облагается что-то налогом также и тебе привязывают ответственность то есть ты уже будешь неправе говорить о чем там матом то есть понимаешь когда ты уже обвязан налогами как то вот и реальность эту херню реализуют ну что вряд ли вообще абсолютно вряд ли если вот реально допустим придут ко мне обложат налогами какими-то мне также еще скажут если ты чувак будешь в своих роликах пропагандировать мат курение алкоголь все что на телевидении допустим запрещено как в сми то они могут просто прийти и сказать вырубай рубильник таки и канал удалят вот этого на самом деле немножко не хватает на ютубе на ютубе очень много грязи ей нужна фильтрация до молодежь да дети смотрят youtube но и реально не хватает фильтрации информации дети большинство молодежи они не умеют фильтровывать информацию и смотрят поэтому говно возможно в госдуме из этого и прибомбила у людей что никакого месседжа большинство авторов блогов вот вообще ничего не несут я видел тоже ролик на ютубе свинка пепа обкакалась и этот ролик собрал три или там пять миллионов просмотров виктор синевок алексей фоменцов виктория кузьминова рэн тв могут допустим вот они сейчас всяко обозвали ну завуалированы недалекими простаками с юридической не все всем вообще сейчас могут все отреагировать потому что по сути сейчас это идет как инфоповод все сейчас будут об этом говорить конечно же о том что госдума бла-бла-бла но допустим если там показали да кого из блогеров в этом видео они с юридической точки зрения они могут подать спокойно на клевету в принципе вот в том то и дело что клевета она как таковая тут не сильно явно фигурируют по сути они наоборот они не станут то есть я вот на месте допустим этих ребят которых показали я бы порадовался вот и так засветился лишний раз по телеку те кто сейчас телек смотрят из молодежи еще там остались у телек они сейчас пойдут в интернет смотреть меня вот как когда реагируют как это получается а вот это тело процент некомпетентное быдло теперь на тиви собственно неудивительно тут только такие это штуки в принципе понятно и пропускают живые фирм там знаешь там сейчас там у них контент тоже такого этого не делают так вот так вот так вот так на телевидении сборки и они даже не фильтруют то что сами говорят вообще абсолютно им не интересно о том чем о чем они говорят им главное материал быстренько сделать сдать они зарплату получают они не это не ютуб на ютубе чем качественнее ты сделал ролик чем больше ты над ним попотел как не крутит и больше за него получишь все короче ребятки как то так так что и смотрите только хорошее умерьте фильтровать информацию всем удачки и всем тортик